Ой, сейчас смеюсь, не могу во весь голос. Сейчас я боюсь, что до этого комментария не дойду. Я сначала его прочитаю, а потом поздороваюсь. Вот что значит одна буква в алфавите. Вместо L выбили V по ошибке. И получилось не Олечка, а Овечка. Овечка, здравствуйте, у вас не будет сильно монгольских карликов? Ну вот Анастасия Кравец спрашивает. Овечка? Так, Олечка превратилась в овечку. Лёгким движением руки одной буквы. Так, всем привет. С вами Овечка, Ольга Чернова, моя огородная азбука. Ну смеха только вообще. Каких только опечаток не бывает. Так, сегодня 2 апреля. И очень много комментариев, на которые хочется ответить. А если не ответить, то просто сказать, что не могу ответить. Чтобы вы не подумали, что я вас игнорирую. Вот начнем. Вот пишет Надежда Белякова про салат, что очень простой. Как ни странно, у меня салат особенно качанный, плохо растет. Может глубоко сажаю. Вы знаете, и Ольга Редькина пишет. У меня такая же проблема, растет только московский парниковый. Вы знаете, проблема бывает в семенах. Вот самые простые, очень хорошо. Московский парниковый, потом одесский кучерявец и грибовский кучерявец. Вот эти салаты, они очень хорошо всходят. А чем сложнее там какие-то, я много раз брала какие-то импортные, какие-то вот названия такие замудренные, они почему-то не всходят. Мне кажется, это качество семян, а не наш посев. Вообще он должен, салат, сходить везде и всегда. Да, я были времена, когда картошку мы посадим по картофельному полю, просто так брала горсть и вот так раз бросала. И он поверхностно сам сходил. Ясно, что я не ходила, его не прикрывала землей. И это была вот такая свежая зелень, которую не жалко, вырвал, выбросил, все. Пока картошка вылазила, он уже давал мне урожай. Так что это только качество семян, мне кажется. Вот Валентина Рычкова пишет опять про томаты. Уже месяц назад распикировала вдруг 200-граммовые встакашки. Корней до сих пор мало, наверное, земля плохая, что можно сделать. Вот ей советуют подкормить моноколейным фосфатом. Таким методом люди пользуются. И так, отросли. Ну и еще можно, конечно, да, их, если еще выше, подсыпать каким-то другим грунтом. Может быть, на стволах начнут появляться в том месте, где грунт новый, другой. Иногда бывает, да, вот говорят, что не подходит кислотность томатам рассаде. Грунт не тот, который им нужен. И они, как вроде, тоже капризничают. Растут плохо. Я не знаю, у меня, конечно, таких проблем нет. Я уже говорила сто раз. У меня грунт свой давно уже. Один и тот же рецепт. И корни растут, и верх, и низ все растет. Тву-тву-тву-тву. Надо не сглазить. Так, вот Катерина Виноградова пишет, из бумаги делать не советую. В этом году сажала рассаду. Все потеряно, деньги, время. Все размокло и сильно заплесневело. Ну, я не знаю, одна женщина вот пишет, что из тетрадок делала стаканчики. Все хорошо. Это, наверное, ну, пленка, конечно, она более, а даже не восприимчивая. Она не гниет, она не дает плесени, вот эта пленка полиэтиленовая. Если быушиной пленки много, то лучше крутить из пленок. Вот смотрите, Татьяна Щелкина спрашивает, Оля, а когда можно оставлять помидорки в теплице на ночь? У нас сегодня ночью плюс 5, плюс 6. Ой, Таня, у меня-то этот вопрос как стоит актуально. Я сейчас весь интернет перерыла. Сколько будет у нас днем сегодня жара? 15 градусов. Так неохота заносить их назад. Они там так радостные. Во-первых. Во-вторых, у нас дома тоже тепло. Они за ночь, даже видно, что они как начинают подвытягиваться рассада. Там бы их бы маленько раз ночью, холодно все-таки, прохладно. Их бы маленько там попришибило, поприостановило бы их рост. Я так хочу, так мечтаю сегодня оставить. Но у нас сегодня 2 градуса всего. Значит, в поликарбонатовой теплице, если не топить, будет всего градусов 5, 6, 7, не больше. А я оставляю после 10. Это мне выход. Или что-то включать там, подтапливать. Или все-таки сегодня еще занести. Если у вас 5 градусов, то ночью в теплице у вас должно быть 10. Можно оставить. Вы единственное, если вы боитесь, вы сделаете замер, выйдите, не поленитесь ночью. Вот сегодня, например, занесете. А ночью в 2 часа или в час заведите будильник и выйдите. Если будет 10-11 градусов, то на следующую ночь при такой же температуре вам можно оставлять. Я при 10 градусах оставляю. Томаты прекрасно, они окрепчают при такой температуре. Он немножко, вот понижение температуры ночное сдерживает их рост. Это очень хорошо. Но опять же, меньше 10 я не оставляю. И вот я сегодня, думаю, всю голову сломала. Оставить часть вот этих сибирских непорихотливых хотя бы. Конечно, огурцы и перцы я обязательно занесу. Ну, хоть какие-то оставить, чтобы не носить их туда-сюда. Только Лейкин напишет про салат, что он неприхотлив. Семена возле крыжовника где-то там упали, взошли. Много лет, еще 4 года на этом месте весной всходит. У меня такая же ерунда. Я где оставляю цветущий салат для сбора семян. Я же семена соберу, а все не собираются обычно, все равно какие-то упадут. И потом весной всходит этот салат. Достаточно один раз где-то рассыпать. Он потом будет разлетаться по всему участку. Это очень приятно. Весной еще ничего не растет. Смотришь, о, уже салат такой салатовый. Красивые-красивые лизут такие листки. Так, опишет Светлана Маркелова. А у меня по теплице течет ручей, когда я буду сажать. Ну, надо, значит, русло реки вам куда-то изменить. Продолбить ему другую дорогу в обход теплицы. У нас тоже иногда ручьи, у нас как огород в низинке. И вот муж весной долбит другие проходы, чтобы не в огород, а куда-то в другое место текло. Ну, конечно, ждать придется. Жозефина Рус пишет. Салат посеяла красного цвета чуть позже. Мне все-таки салаты салатового цвета больше нравятся, чем вот эти всякие красные, импортные, новые. Очень люблю одесский кучерявец. Кусочек сыра вот так закрутишь в эти салатовые листья. И безо всего кушать очень вкусно вообще. Снега мало в Оренбурге, лежат сугробы, пишет Елена Лобужская. В тени еще больше метра, ничего себе. Ну, Светлана Сергеева пишет. Кому не нравится, пусть не смотрят, да. Но сейчас я... Вы меня сразу все извиняйте. Сейчас у меня такая пора горячая. Я как сайгак скачу по этому огороду. Хотя ко мне не очень применительно, что скачу как сайгак. Но я со своей фигурой, я, конечно, не очень высоко прыгаю, но передвигаюсь очень быстро. С одной теплицы в другой. Сегодня вот лунки делала, готовлю под высадку уже супер раннего урожая томатов. Но через 2-3 недели высаживать, а там еще конь не валялся. Потом рассада засохла в теплице. Надо рассаду поливать. Огурцы тут уже... Ну, не буду все перечислять время. Ну, короче, я сейчас в видеороликах могу и ошибиться, и оговориться. И дату вчерашнюю назвать, потому что я утром просыпаюсь и даже не понимаю, какое число сегодняшнее или еще вчерашнее. Так что вы меня извиняйте. Ну, самые терпеливые со мной останутся. Я спрашиваю, если я что-то неправильно сказала, я потом вам объясню, что это я имела в виду. Так, Ирина Абуева. У меня вечная проблема с выращиванием рассады перца. Ставлю в тепло, поскольку он долго всходит, земля начинает пересыхать, сверху поливать боюсь. Смотрите. Ирина, вот я когда перец очень влажный, грунт, дорожки хорошо-хорошо проливаю, посажу их. Сверху присыплю влажным грунтом. И сверху же вы полиэтиленовую пленочку, вот этот слофан, ставите, и он никогда у вас не пересохнет. Я вот сегодня, в этом году, даже на кусок этого теплого пола-то ставила. Ну, импровизированный такой, как электроодеяло делала. А неладки теплые, конденсат на этой пленке, я его так приподниму, опять раз-раз все капли туда стряхну, другой стороной постелю снова, и земля не пересыхает под пленкой. Пленкой обязательно, потому что сверху поливать, да, проблематично. Я не поливаю до самых сходов, полмесяца, тут раз у меня они сидели некоторые. Так что, ну, приспособиться к перцу тоже можно. Конечно, он долго всходит иногда, а иногда вот я посадила продажный, который на продажу венте, вообще через три дня взошел, вот весь сплошным. А какие мне надо было, которые я купила в магазине на развод для расширения ассортимента? Фигушки, ага, по две и по одной, а некоторые вообще не взошли. А какие не надо, вот каких у меня семян много своих, вышли все. Посадила три, посеяла триста, на крайний случай, думаю, вдруг не взойдет что-то, но всем хом. Я потом вам покажу эксперимент. И вот триста буду выращивать в лотке до самой, до самой, уже по два листика у них, по-моему. И все живые, никакая черная ножка их не берет, ничего. Вот за которыми меньше ухаживаешь точно, они у меня как обделенные, я же за ними не трясусь. Они же как продажные, но если не получится и не получится, ну в смысле, если не вырастут, значит будет меньше продажных перцев. Нет, все как один выросли. А вот Александра пишет, что я говорила, что спрашивают, зачем вы столько семян много храните? Ну пишет, что излюбленные вопросы серии, а зачем вам столько кустов? И мне, знаете, что интересно, ладно, есть, ну интересно им действительно, но ведь заходите вы на канал, вот кто спрашивает, где тут и о заказах семян, и про заказчиков, про все, про то, что я семена рассылаю, и тут же вопросы. А зачем вам столько томатов, когда осенью, осенние ролики, где у меня в лотках много-много, Куда вы деваете столько помидор? Ну пишу, семена выковыриваю, сижу все лето. Ну странно, мне даже интересно, неужели зайдя на канал, не видно, для чего столько много и сортов, и помидор. Вот Александра спрашивает, в этом году будете сядь томату в землю, в теплице, на рассаду для последующего выращивания? Да, собираюсь завтра, прям завтра или послезавтра. Сегодня хотела, но там так жарко, я зашла, у меня голова закружилась, надо или рано утром, или вечером идти. Невозможно работать в теплицах, уже очень жарко. Зачем вы пообрывали семидольные листочки? Спрашивает Ира. Как ответить? Опять все рассказывать. Сначала уже было видео, ну просто, короче, они мне мешались. Я при пикировке буду заглублять, они мне не нужны. Вот Виктор Шадрин пишет, что первые кисти на индентах всем советую удалять. Они завязываются дома, без нормального света, в горшках, сами долго созревают, сильно травмозят развитие куста следующих кистей. Это я вот жаловалась в прошлом году, что первые кисти, да, я высадила, когда вот веечный изов, потом еще какой-то. И они прям маленькие были помидорки, хотя были вообще они крупноплодные, а потом вторые и третьи уже нормальные стали. И вот я думаю, нынче, если так получится, что может быть действительно, если видишь, что она маленькая, завязалась, больше не растет, может быть ее эту помидорку маленькую лучше отщепнуть и дать, чтобы другим дорогу развиваться. Вот Наталья Соколова пишет, чтобы не вытянулись томаты, нужно убирать боковые листочки, ничего не покупайте для этого. Тут слышу полную чушь, томаты не переносят в соседство, у них начинается война за место под солнцем. Ну, то, что они, да, вытягиваются, я всегда говорю, как только лист на лист начинает наступать, надо сразу пикировать. Так, высаживать рано, это про стаканчики. Пишет, каждое утро просматриваю его YouTube, чтобы увидеть новое видео. Для меня это как сериал с новой серией. Ну, это точно, сериал теперь на все лето растянется у нас. Ну, Елена Ошкина пишет, как его растения терпят, я считаю, это хамство, но про интеллигентного мужчину. Мужчины у нас вообще такие иногда комментарии пишут, не обращают внимания, что в обществе женщин находятся. Оль, здравствуйте, помогите, пожалуйста, советом, пишет Оксана Речкунова. У меня перец с ума сошел, рассаду выращиваю второй год, по вашим видео, в прошлом году был очень хороший урожай, живут уже в Бийске. Ну, короче, посеяла, стаканчик корнями не обвила, а уже появились первые бутоны, не знаю, что теперь с ним делать, еще так долго до высадки. Вот если другим я советовала, что там смотрите, будете, не будете, то в это время, если вам долго, я советую все-таки убрать бутоны. Ну, вот она пишет, подскажите, если буду убирать бутоны, будет с них летом урожай или уже делать нечего? Если вы первые бутоны уберете, первые расцветшие, ничего страшного не будет, он будет, конечно, с него урожай, но я боюсь, что если вы сейчас не уберете, вы не сможете дотянуть. Вот если вы живете в Бийске, очень долго еще, даже не это, наверное, лучше убрать. Но опять же, я всем говорю, что два варианта, может быть, вы в большую тару пересадите, может быть, будут они у вас в майонезных ведерках, тогда они и отсветут, и завяжутся у вас, если щадящая будет пересадка, тогда вы сможете сохранить. Но если вам возиться некогда или неохота, или для вас это не имеет значения, когда они у вас будут первые, тогда, конечно, убрать. Перец, он капризный, он может сбросить, да. Так, сила в питании, через два корня больше питания для двух стволов. Ну, это, наверное, про два томата в одну лунку. Так, это про щедрость, я не поняла. А вот пишет, я перестраховщица, сей огурцы только в покупной торф, в торф завяжду людям, которые умеют делать грунты. Ну, огурцы, они не очень привередливые, я всегда перегной с землей соединяю, чуть залы добавляю. Прекрасно растут, никогда для огурцов не покупаю никаких грунтов. Вот, нужно ли прищипывать верхушки у перцев видео? И Лариса Цацурина Григорьева почему-то написала, одна болтовня, ничего толкового лично не узнала. Ну, значит, этот видеоролик был просто предназначен не для вас. Я на чей-то вопрос отвечала, и я надеюсь, что кто задавал мне этот вопрос, то я ответила этому человеку. Не каждый же ролик подходит всем, вот, например, ей не нужно это знать, она, наверное, уже знает всё, но и писать, что это болтовня, тоже не очень красиво. Вообще, болтовня это, когда на скамейке сидишь, семечки грызёшь и просто так, а я отвечаю на вопросы людей. Так, вот Наталья Коцаренко пишет опять, стоит ли снег в грядке теплицы наполнять? Я уже про это отвечала, вот пишут, что было видео, если у вас сухо, если вам не хватает весной там влаги, то набивайте, если у вас и так проблем нет, я вот никогда не наполняю. Это и не вреда не приносит, если вы туда наполните, но вот многие пишут, что болото создаётся, если будет болото, то не набивайте. Вы же смотрите по обстановке своей теплицы, и, например, так, как делаю я, вам, возможно, не подходит, мы не наполняем. Во-первых, нам некому этим заниматься и некогда, и у нас всегда талая вода, она сама с угробы тает, она в теплицу всё поступает, вот вся вода сейчас туда уже прошла. Так, пишет Наталья Чернявская, 24 апреля высадили в теплице под дуги или ничем не укрывали? Я высаживаю в конце апреля и смотрю по погоде, тут, конечно, по погоде. Если у нас холодно, естественно, я буду укрывать, если будет холодно. Бывает такая весна, что даже ни разу укрывать не приходится. Вот как бывает ранняя весна, как с конца апреля тепло установится, но это очень редко, обычно. И в морозные ночи приходится ветродуйку включать, всё это. Я уже про всё это говорила, всегда на готове и укрывные, и плёнки, и ветродуйки, вот эти, ну как электронагревательные приборы. И теперь уже газовые купили, на крайний случай вдруг электроэнергию отключат. Вот ясно, что я, если высажу столько рассады, я, конечно, всегда должна создать им условия, если будет холодно. Что делать, Александр Протопопов, что делать, если рассада, чтобы рассада не вытягивалась, после пикировки стали тонкие и высокие. Обычно до пикировки они тянутся, а после пикировки как-то лучше. Ну, тут пишут, что им, вероятно, света не хватает. Пишут, в том-то и дело, что рассада стоит на южной стороне, ещё лампы. Подсказали полить монофосфатом калия. Да, это люди некоторые останавливают этой подкормкой вытягивания, но после пикировки, чтобы вытягивались, если только что густо, или как, я не пойму. Так, попробуйте монофосфатом, воспользуйтесь вот советом. Так, есть, конечно, ещё и всякие атлеты, всё, но я не советую пользоваться, не все им умеют пользоваться, и это опасно, иногда непредсказуемо ведут себя растения, вы можете испортить рассаду. Есть, конечно, средства, которые останавливают. Ну, а так, самые традиционные советы какие? Понижают температуру, чтобы было похолоднее, обычно в жаре они тянутся, вытягивают побольше света, пониже температуру. Вот монофосфат калия можно применить, больше я даже не знаю, земли, может быть, подсыпать, если есть возможность, если они в стаканчиках. Соседка дала два росточка монгольского карлика, растёт туго, очень медленный в развитии, посмотрим, что будет дальше. Елена Верткова пишет. Ну, конечно, он очень, он же в высоту не идёт, вот нам кажется, что он маленький, а он в взрослом состоянии всего 20 сантиметров, представьте. Конечно, он в рассаде будет. Вот у меня тоже он вот такой чуть-чуть поднялся на несколько сантиметров и старается распластаться в ширину какого-то, как медуза. Ну, очень странная, конечно, у него рассада, не такая нетрадиционная. Мы привыкли, чтобы стволик был, и вот там, а он по-другому развивается. Ничего, он вырастет, потом расползётся по земле. Алексей пишет про петрушку в открытый грунт, ещё поузу прошлогоднюю, по-моему, ждал результатов, посева, видео ни о чём. Результатов это типа всходов или чего, я даже не поняла. Пишет Наталья Чернявская. Ольга высаживает томаты в шахматном порядке. Я всяко высаживаю. Я иногда просто строчками, иногда, если получится, в шахматном порядке. Как удобно, вот как рука ляжет у меня, я так высаживаю по-всякому. Вот Елена Верского пишет, сегодня обнаружил баночку с тереем поверхностно, единожды политым, накрытым крышкой. Вырос в сухой земле, живой, зелёный, дружные всходы. Дмитрий Тимнов пишет, благодарю за подробное объяснение. Башкирия, с вами тоже посеяли капустку. А я сегодня пошла, у меня, кстати, капуста уже начала проклёвываться, пекинская, посмотрим. Вот пишет Анна, я не рассаживала, а листья сбрасывает. Почему? Это про перец. Я про перец уже говорила. Он может сбросить листья по любой причине. Если ему жарко, сухой воздух, например, сухо-душно, он может сбросить. Если ему холодно, прохладно, он может сбросить. Если у него грунт чуть пересохнет, забыли полить, он может сбросить лист. Если переувлажнили, он долго сидит во влажном грунте, не поступает туда воздух к корневой системе, он может сбросить. Но смотря, какие сбрасывает, я не поняла про семидольки, вот видео-то, почему опадают семидольные листья. Семидольки у него в конце концов всё равно опадут, всё равно они вам не нужны, вы не расстраивайтесь. Но вообще листья, конечно, это индикатор. Ну, значит, ему что-то капризули не понравилось. Иногда даже я не могу понять, что ему не нравится. Вот желтеют, иногда сбрасывают семидолю. Ну, посмотришь, а настоящие листья хорошие, зелёные такие, яркие. Но я не расстраиваюсь, потому что от семидоли уже ничего не зависит. Я сейчас буду высаживать, я их сама убираю прям руками. Вот Елена Колмакова пишет, где я забыла рассаду, там она у меня вытянулась. Ну, один там, говорит, выпороть её, она смеётся. Забыли про рассаду, отрубить ей голову, весёлый у нас народ и очень добрый. Да. И ещё муху мою хотели убить. Вот пишет, муху пытался согнать. И Татьяна Суслова, я тоже хотела раздавить, сообразила, что это не моя мушка. Это моя мушка, дрозофилка, не трогайте её. Сейчас весна, очень много всяких мушек уже. У меня дверь в эту, в теплицу открытая. И всё, что там живёт, всё уже прилетает к нам. Семён Баранов пишет, а говорят, не используйте свой грунт. Отличная рассада, невероятно. Сложно найти в виде такую добротную рассаду, как у вас. Я не знаю, где вы читали, что не используете свой грунт. Но обычно все, кто опытный, это садоводы, кто действительно истинные огородники, они всегда пишут, что лучший грунт это свой. Потому что ты знаешь, что там намешано, знаешь, ты откуда взял, и откуда ты привёз его, может быть, там с лесу или откуда. Уже давно многие согласились, что свой грунт лучше. Сначала мы первое время кинулись все на магазин, и его возьмёшь, он пушистый, такой как пух, прям такой, ну в руки взять приятно. Потом раз, растения в нём погибают. Отработка степлиц или ещё что-то. И как узнаешь, что там? Некачественные продавцы. Ну, бывает, наверное, качественные, но я магазином не пользуюсь. Предпочитаю не платить деньги за то, что можно взять под ногами у себя. Так, и вот теперь спрашивают, живу на Кавказе, когда мне лучше сажать кукурузу и картошку? Ну, конечно же, я не знаю. И вот правильно Александра пишет, что едва ли Ольга сможет вам дать совет для Кавказа, если живёт на Алтае. Вы не представляете, но кроме Алтайского края я нигде даже не была. Я не видела море, я не знаю, что такое Кавказ, какой там климат, я вообще не представляю, как там и когда высаживают. Я вот, у нас большинство, конечно, климата такого же, как у нас погода, вот, что Урал, что там Дальний Восток, что вот наш, этот Алтайский край, и вся эта Сибирь, Красноярск, всё это у нас одинаково. Но вот Кавказ у нас, конечно, стоит в стороне, у вас и потеплее, и пораньше, ничего сказать не могу, извиняюсь. Людмила Неведомская пишет, хочется написать вам тёплые слова, вы настоящие, поэтому к вам тянутся люди, но мы бываем разные, простите нас, всех прощаю. Весна, хорошее настроение, солнышко. Я вышла сегодня, посмотрела на рассаду, красота, зелёное море стоит такое, и думаешь, дай бог сохранить до самого конца, спасибо, что такое всё выросло красивое. А вот про эту, как отличить рассаду сладкого перца от горького. Ну и тут ей уже отвечают, что заинтересовал ваш вопрос, вроде всё одинаково. Пишут, ну на некоторых горьких похоже, что листья поуже. Да, вот смотрите, но если их перепутать, не уверена, что смогу разобрать. Я вот про то и хочу сказать, что когда они растут отдельно, их видно хорошо, что у сладкого перца они листья более круглые, а у горького более зауженные, как бы вытянутые. У сладкого они более кажутся мясистыми, такими, как упругими, что ли, а у горького они более мягкие такие, эластичные. Но опять же, когда они вместе, у меня тут раз надписи на лотках перепутались, и вот они когда в перемешку стоят 20 лотков, и один из них горький, я еле-еле нашла, и то сомневалась. И есть ещё сорта, вот, например, жёлтый слон, у меня нынче спрашивали, но я не знаю, ответила или нет, или не успела. Вот перец сладкий, жёлтый слон, он как бы косит под горький, у него такие же листики, как бы тоненькие, такие, как эластичные, неупругие, и узенькие, и он похож. Листья на горький перец. Ну, на самом деле он сладкий, и их перепутать очень просто. Но вообще, вот, я вот по своему опыту скажу, что у горьких немного отличается. Он и поуже, он и понежнее, так, немножко, как бы, не такой упругий, а у сладкого он мясистый. Но может быть, я не знаю, не пробовала, сейчас мысль пришла, может быть, их на вкус можно попробовать. Я знаю, что у сладкого перца очень сладкие вкусные листья, потому что их так любят слизни есть. И мне дали рецепт, вот, салат из листьев сладкого перца именно. А у горького, может быть, он немножко с горчинкой должен быть, потому что сладости же там не должно присутствовать. Это надо попробовать, кстати, у меня есть сейчас вот горький перец в наличии, сладкий тоже. Я сегодня поем, потом скажу. Ну, тут тоже пишет Наталья Чернявская, что до плодов не отличить. Очень сложно, да. Вот раз, пишет Оксана, рассада горького и сладкого перца ничем не отличается. Либо подписывать, либо расставлять по-разному. Двух перцев в огороде рядом, они не перепыляются. Сладкий и горьким не становятся. У меня перепылился. Порой и по плодам не отличишь, пока не попробуешь. Александра пишет, это точно. Вот спрашивают, до Нового года долежали? Вот про томат Казанова. Да, долежали. Но долежали, знаете, какие спелые не долежали? Я их ела по мере этого, как... Ну, зима идет, едим, едим. Знаете, какие долежали? Которые я сняла зелеными, которые маленькие были, совсем запупуши, которые были вот так, как лягушата. Вот они долежали до Нового года. Ну, а спелые, конечно, если бы я их не съела, они бы немножко начинали уже портиться. Но у меня есть видео, которые долежали, очень много долежали. Оранжевые сливки, рекордсмен, потом банан оранжевый, еще какой-то. Но именно все вот вытянутые формы, не круглые, а именно сливовидные, вот такие пальчиками, многие долежали. А вот дошли до овечки. Света Аширова пишет, но мне понравилось. Овечка, здравствуйте, у вас не будет всегда. Я сначала тоже не поняла. Оказывается, одной буквы всего лишь перепуталось, все. Живу в Казани. Свет, я сейчас с семенами не работаю. Все запаковала на хранение, убрала. Сейчас только посевываю. Я поливаю только с утра до вечера эту рассаду, у меня все пересыхает, жара. Только-только с 1 августа. Семян много монгольского карлика, еще наберу. И еще посеяла еще один такой же сорт, как монгольский карлик. Не знаю, разведу или нет. Еще мне в прошлом году прислали японский стелющийся. Я как поняла по описанию, он такой же. Но всего 2 семечка у меня, по-моему. И вот его хочу тоже развести. И говорят, что он когда цветет, весь такой желтый в цветущем виде. Вот будут 3 вида у меня вот таких стелющихся томатов под вид карлика монгольского. Посмотрим. Только все это осенью. Почему у меня тут постоянно брызгает? Ничего не поняла. А? Смартфон. Какие благоприятные дни для посева томатов в апреле? Ой! Блин. Сейчас. У меня же тут все под рукой. Сейчас я вам скажу и будем заканчивать. Так, апрель. Томаты. Ну, указано только с 7 по 12. Ну, хотя я посоветую вам просто исключить неблагоприятные, а в остальные все сеять. Вот неблагоприятные в апреле для посева и пересадок. Это первое, с 4 по 6, 13, 14, с 17 по 20, а потом 27, 28. А в остальные дни, пожалуйста, сейте. Но очень благоприятные указаны с 7 по 12 апреля для томатов. Все. До свидания. Вот на этой позитивной ноте, что много дней будет благоприятных. Их можно сеять, сеять, сеять. Так. Вот тут... Вы, конечно, извините, я за один раз ничего не могу ответить. Тут вот опять про пасынки. Про пасынки буду позже рассказывать. Хочется, конечно, все ответить сразу всем. Все, до свидания. Дальше тоже интересно, но уже времени нет. Потому что сейчас уже все оборвется. И ролики большей длины у меня не возьмут на ютубе. Все. Все. Продолжение следует...